Толмачев В декабре 2011 года По подозрению В совершении преступления Предусмотрено частью 3 пункта Б Статью 163 Это вмогательство Вот Ждено уголовное дело не только в отношении него Но также в отношении еще двух граждан Но Задержан и находится в СИЗО Только непосредственно один Толмачев Александр Михайлович Вот Больше года он уже находится в СИЗО Постоянно продлеваются меры просечения В СИЗО Александр Михайлович обострились болезни Проводилась операция Заявлялись ходатайства об изменении Меры просечения На более мягкую В том числе под домашний арест и под залог Но суд не берет это во внимание Продолжает продлевать меру просечения В настоящее время Как известно Узнакомиться с материалами дела Вот В чем суть По нашему мнению Почему его задержали Почему взглядели уголовное дело Очень много Александр Михайлович Извещал в своих статьях Проблемы Как судебного беспредела Полицейского Какие другие проблемы Которые затрагивает Любого человека Как в нашем городе Так и в России Вот И поэтому Мое мнение Это как бы Ему месть за это Его неоднократно предупреждали Что если ты будешь продолжать Писать дальше Ты будешь Наказан Арестован А кто предупреждал? Ну Как он сам В свое время Когда он был на свободе Говорил мне Что Многие звонки поступали И он опасался За свою жизнь И говорил О том Что было на него совершено Нападение Вот В общем Такая вот ситуация По настоящему делаю По статье Это грозит От 7 до 15 лет Лишения свободы О плохом здоровье журналиста Невозможности помочь ему Из-за препятствий Правоохранительной системы Рассказала дочь Инесса Толмачева Расскажите Вы встречаетесь с отцом Нет Он не дает свидания с ним С семьей Как бы А чем оправдывается? Ну Положено Говорят Не положено? Да Не положено Следователь Уразова Мы пишем На свидание Прошение Нет Даже в госпитале Ему была сделана операция Вот Тяжелая Все После операции Даже ему не дали полежать толком Собирающиеся на постоянные митинги Пикеты в поддержку журналиста Простые граждане Не рассказывают о том Как Александр Толмачев Смог им помочь Бесплатно И безвозмездно Моих детей незаконно судили На протяжении четырех лет Это Сажали их за решетку Добились Отмену всех этих приговоров Отменили все решения суда Судья, которая вынесла Неправосудный приговор Через месяц пошла на повышение Именно председатель областного суда Отменяв это решение Я была у него на личном приеме Судья пошла на повышение в областной суд И куда? Не в касацию, а прямо в надзор Это что? Он писал статьи В отношении двух Штурной законно судили моих детей Безвозмездно Без никаких денег И все остальное Пытался вот это Отдавать обращение Во все инстанции Александр Михайлович Мачева я знаю еще По его службе В редакции Красное знамя Северо-Кавказского округа Знаю как порядочного Честного человека А потом Когда я сама проработала Тридцать четыре года У меня У меня забрали дом Бывший сотрудник милиции Ну В высоком случае Не так говорят, что он бывший А мне показывал удостоверение Меня с четырьмя внуками Несовершеннолетними Выкинули Со мной два раза продали дом Я обращалась к нему Принесла документы Была опубликована статья Вот Он копейки с нас никого не брал Я здесь в пикете Потому что Уважаю Александра Михайловича Это боевой офицер Который защищал родину Как надежный Как нужный Офицер В горячих точках А теперь криминальными лицами Он превращен в преступника Вот об одном из Наших чиновников Мэра Чернышева Он Публиковал свои статьи И я в этом на себе убедилась Наш уважаемый мэр Распоряжением номер 449 Задним числом Отменил свой нормативно-правовой акт Постановление номер 577 Которым Узаконил разрушение нашего дома Под снос Не о реконструкции А это служебный подлог Поэтому Ткачев Чернышев Это люди Которым Александр Михайлович Стал поперек горла А Ткачев Это председатель областного суда Это председатель областного суда Он про него тоже писал Да? Естественно Он Опубликовал то Что Скачев Сделал себе Докторскую диссертацию Высшая Аттестационная комиссия Четверо человек Не подписали Это значит Липовы У нас продолжают существовать Чичиковы Вот расскажите Чем вам помог Толмачев Что публиковал По вашей конкретной ситуации У нас Были созданы На территории Октябрьского района С удовольствием Товарищеского Вот у нас там 5 тысяч дачников На этом Находится На этом Пуске И мы сейчас Столкнулись с тем Что В 99-м году Земельные комитеты Аннулировали Открылась Палата юстиции Палата юстиции Вроде бы Правоприемная Ну Мы теперь Ничего Не говорят Что все документы Негодные Которые делал Земельный комитет И люди Вот сейчас бегают Я же Это по 7 кругам Надо пройти Чтобы получить документы Из юстиции Что это частная собственность Интересно А в чем вот проблема В том что Возземлю забирают Или что конкретно Нет Мы не могут Оформить документы И у меня лично Сложилось такое впечатление Что они собирались Землю отобрать Закрыли Нас нет Если бы 3 года прошло Мы не успели Мы потом Нам ничего не доказали И вам вот в этой ситуации Помогал Да Толмачев Ну конечно Мы к нему приехали Были 2 Даже 3 статьи Вот Осташкин писал У меня есть Эти газеты Все Публикации были И мы до сих пор Чтобы написать Статью С кого-то Ни один человек Не сказал Это честность Прогрел Корреспондент В настоящее время Срок содержания По страже Для журналиста Александра Толмачева Прогрел Судом До 20 мая Однако Когда начнется суд Еще неизвестно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова